Почему Дубай сейчас это лучшее место для жизни в мире? Друзья, я на самом деле считаю, что Дубай это лучшее место для жизни в мире, именно поэтому я сейчас здесь живу. Расскажу вам почему. В сравнении даже с другими арабскими странами. Первое. В Дубае солнце и море. Это такой классный критерий для того, чтобы выбирать место для жизни. Я всю жизнь мечтал жить возле моря. И 9 месяцев в году здесь отличная погода. И погода это классный критерий для определения места жительства. Второе. Дубай это бизнес-столица всего арабского региона, но и также бизнес-столица для большего количества международного бизнеса мирового. Здесь бывают предприниматели из всего мира хотя бы раз в году какое-то время. И здесь хотят построить бизнес, либо строят бизнес абсолютно все мировые компании. Именно здесь ты можешь познакомиться с этими людьми и вести с ними какие-то дела. Третье. В Дубае очень безопасно. Система распознавания лиц, система безопасности. Вообще порядок здесь устроен таким образом, что ты можешь чувствовать себя максимально спокойно. И это спокойствие обеспечивается государством. Я здесь себя чувствую просто на полном расслабоне. Четвертое. Здесь очень чисто. Улицы моют, улицы убирают. И в общем уровень чистоты на улице по сравнению с любым городом мировым на высоком уровне. Это обеспечивается за счет погоды и за счет работы всех служб. Вот я недавно был в Саудовской Аравии, в Рияде. И конечно же по сравнению с Риядом, Дубай это самое чистое в мире место. И даже я вам скажу по сравнению с Москвой, которая тоже, Москва очень чистый город. Там отлично работают коммунальные службы. Но в Дубае намного лучше. Пятое. Это образование. Образование за деньги здесь очень доступно. Вы можете учиться в школах и ваши дети могут учиться в школах, которые имеют мировые рейтинги, которые дают возможность поступить в любой вуз. И это школы самые лучшие, которые в мире существуют. И это здесь очень доступно. Для того, чтобы поступить в школу, необходимо в 3 года знать хотя бы базово английский язык и иметь возможность оплачивать эту школу. В среднем школа, садик или школа стоит где-то 1500 долларов в месяц. Это достаточно большая сумма. Но при этом это очень доступно в плане того, что у тебя есть огромный выбор. Это американская школа, это австралийская школа, это бритиш школа, это любой вуз мировых. Поэтому если вы зарабатываете соответствующим образом и имеете возможность представить своим детям лучшее образование, то Дубай это лучшее место. Следующее. Равноудаленность от разных точек мира. Из Дубая в Москву можно долететь за 5 часов, за 5,5 сейчас, а до этого можно было за 4. В день там около 10 рейсов летает, а может быть уже и больше. Там в Ереван долететь за 3 часа. И в принципе из дубайского аэропорта есть перелет в любую точку мира. Вы можете в любой день, решив полететь в любую точку мира, вылететь и прямым рейсом быть там. И это очень классно, тебе открывается весь мир, даже в Москве, где один из крупнейших аэропортов мировых находится, Шереметьево. Сейчас точно нет такой возможности перемещаться по миру. Следующее. Это стабильность национальной валюты. Дирхам прямо привязан к доллару и курс Дирхама на уровне закона не может изменяться. Это дает определенную стабильность для ведения бизнеса, для ведения дел. Дает возможность валютной диверсификации своих доходов. Потому что, к примеру, в России, либо в Украине, либо в другой стране, где национальная валюта волатильна, возникают определенные сложности в жизни или ведении бизнеса, когда начинаются периоды нестабильности и турбулентности. Мы это сейчас видим. Следующее. Это многонациональность. Коренное население в Объединенных Арабских Эмиратах это не более 10% населения. Все остальные люди здесь экспаты. Соответственно, если 90% населения это экспаты, это означает, что ко всем нациям относятся в равной степени уважительно, в равной степени предоставляют возможности и в равной степени дают условия для жизни и работы. Поэтому все здесь находятся в равном положении и никакой экспат не чувствует себя тут по наехавшим или еще каким-то, что применимо к мигрантам в странах, где большое количество местного населения и где местное население преобладает и не может быть в приоритете. Терпимость к другим религиям. Несмотря на то, что Объединенные Арабские Эмираты это мусульманская страна, где действуют законы шариата, здесь очень терпимы к другим религиям. Здесь есть церкви, уже первую синагогу даже построили в Абу-Даби. И в принципе на уровне закона запрещено кого-то делить по религиозному принципу, запрещено оценивать как-то по религиозному принципу, либо принижать по религиозному принципу. Именно вот это равноправие создает возможность здесь жизни и создает ощущение такое спокойствия и понимания, что ты можешь исповедовать любую религию. Стратегия развития страны на 50 лет. Объединенные Арабские Эмираты презентуют свою стратегию развития и как показали предыдущие 50 лет, они ее реализовывают. Поэтому сейчас есть уже озвученные планы на ближайшие 50 лет. Это планы по тому, чтобы Дубай стал самым зеленым городом в мире, самым лучшим городом для жизни людей в мире и другие ряд критериев, которые они для себя обозначили. Я уверен, что эти планы сбудутся и они делают все для того, чтобы достичь тех показателей, которые определены в их стратегии. И наличие вот этого озвученного плана дает тоже спокойствие и понимание в стратегии развития, которая совпадает, например, с моими интересами. Дубай активно вкладывается в маркетинг своего города и в общем Эмираты и всей страны. О чем здесь речь? Здесь строят самое высокое здание в мире, уже построено. Самый глубокий бассейн в мире находится здесь. И вот очень много всего самого-самого здесь. И при этом они стараются привлекать технологии. Вот, к примеру, уже презентовали летающее такси, которое первое в мире должно появиться в Дубай. Это означает, что самые лучшие умы со всего мира притягиваются в Дубай благодаря этому маркетингу. И, конечно же, если твой бизнес и ты находишься в этой среде, ты, несомненно, пропитываешься вот этой инновацией, вот этим стремлением к новым достижениям. Это дает еще больший стимул в развитии собственного бизнеса и понимания в перспективах и росте этого бизнеса. И последнее, это простое администрирование бизнеса, то есть очень понятная процедура регистрации. Очень понятная процедура контроля бизнеса. И льготы в налогах, либо низкие налоговые ставки. Здесь очень простое налоговое администрирование и низкие налоговые ставки в сравнении с любой другой страной в мире. 9% corporate tax и 5% ватт – это мидер, который мы можем платить государству для обеспечения всей этой инфраструктуры, которая здесь существует для международного бизнеса. Друзья, если вы знаете минусы жизни в Дубае, напишите об этом в комментарии, мне будет интересно почитать об этом. И, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был юрист из будущего, Самбат Алиханин.